Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Духовное оружие и символ победы. В Самаре отметили 80-летие легендарной седьмой симфонии Шостаковича. В новом месте новая жизнь. Глава Самары, Лена Лапушкина, поздравила многодетную маму из Макеевки с рождением восьмого ребенка. Не больше 10 тысяч долларов наличкой. В России заработал новый порядок операций с иностранной валютой. Показали умение нейтрализовать противника, не используя оружие. В городе прошло первенство подзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. В Самарском театре оперы и балета прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Как и 80 лет назад, музыкальное произведение исполнило оркестр Большого театра России. Чтобы услышать легендарную симфонию победы, в зале собрались ветераны, защитники Отечества, жители неравнодушной культуре, искусству и истории своей Родины. Подробности в сюжете Максима Магомедова. Трансляция премьеры из Дворца культуры имени Куйбышева велась всеми радиостанциями СССР. Симфония произвела поистине ошеломляющее впечатление на всех, кто ее услышал. Город на Волге оказался в центре культурного события мирового масштаба. Перед началом концерта на фасаде театра оперы и балета красочное световое шоу «История создания симфонии Победы». Дмитрий Шостакович начал писать музыкальное произведение в блокадном Ленинграде, после чего вместе с семьей был эвакуирован в Куйбышев, где в 1942 году закончил работу. Впервые седьмую симфонию исполнил оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Ровно 80 лет спустя она вновь прозвучала со сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Великий композитор заложил всюду и ощущение гордости, величия, трагизма, страдания и победы. Все в этой музыке. Я думаю, что эта великая музыка стала нашим духовным оружием в разгроме нацизма. Сегодня я очень рад тому, что память об этом великом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сердцах всех жителей Самарской области. В годы Великой Отечественной войны Ленинградская симфония стала символом неизбежной победы, до которой было еще далеко, но в которую все верили и ждали. 80 лет спустя, как и в день премьеры, зал театра оперы и балета был полностью заполнен. Для всех желающих услышать произведение, не выходя из дома, была организована онлайн-трансляция через систему виртуальных концертных залов. Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда возникла идея в связи с 80-летием исполнить в Самаре день в день, час в час, когда это исполнялось, эта симфония 80 лет назад, мы мгновенно откликнулись на это, отложили все дела. Да, и сегодня мы здесь, в Куйбышево, в Самаре. В театре организовали выставку, посвященную Седьмой симфонии Шостаковича. На полу разместился подиум, на котором посетители могут увидеть рассадку музыкантов оркестра. В качестве экспонатов представлены документы, фотографии и музыкальные инструменты тех лет. Дополняет выставку видеоэкраны и интерактивные стулья, прикоснувшись к которым можно услышать аудиозаписи воспоминаний музыкантов. Есть три таких стенки, которые рассказывают о жизни Шостаковича до переезда сюда в Самару эвакуацию, в Куйбышев, о собственном его нахождении здесь, о быту, о работе над Седьмой симфонией, и еще рассказ о Седьмой симфонии после уже премьеры, когда она пошла по миру. В подготовке выставки приняли участие творческие жители города. Виктория Гаврилова художник и музыкант. Ее пригласили помочь с оформлением стен. Говорит, наклеила не меньше сотни плакатов. Для того, чтобы погрузить посетителей в атмосферу тех лет, применяли особую технологию состаривания бумаги. Лично для меня, для музыкантов самое интересное – это ноты, посмотреть партитуры, в принципе. Это самое интересное. Потом звучащие стулья, просто послушать, что там говорится, это очень нужно сделать. Постараться прийти пораньше, например, на концерт купить билет, и прийти пораньше, чтобы послушать именно какой текст. Выставка продлится до конца марта. Увидеть ее могут все зрители, которые придут на любое представление. По словам организаторов, посетить экспозицию можно будет и бесплатно в составе группы по предварительной регистрации в социальных сетях театра. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. В новом месте – новая жизнь. В Самаре поздравили с рождением дочери женщину, которая приехала в город в числе вынужденных переселенцев с Донбасса. В роддоме Надежду Бехтягину на выписке встречал губернатор Дмитрий Азаров. А в пункте временного размещения – глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Здравствуйте, дорогая наша гость, дорогая наша мамочка. Мы поздравляем вас с двойми праздником. И, конечно, с рождением дочери в такой замечательный день. И с 8 марта. Глава Самары Елена Лапушкина встречает и поздравляет Надежду Бехтягину в пункте временного размещения. Женщина приехала из Макеевки, что под Донецком уже на позднем сроке беременности. И в Самаре успешно родила девочку накануне 8 марта. Малышка появилась на свет в роддоме больницы имени Середавина. На выписке женщину встречал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А в пункте временного размещения маму встречали и другие ее дети. У новорожденной сразу 7 братьев и сестер. Ими девочки еще не выбрали. Среди вариантов София, Мария и Анастасия. Окончательное решение семья примет в ближайшее время в своем узком кругу и в спокойной обстановке. А пока им предстоит разобрать подарки с игрушками и предметами первой необходимости. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. В центре временного размещения переселенцев из ДНР в Самаре произошло и еще одно приятное событие. Для женщин провели праздничный концерт, а также вручили приятные подарки. С Международным женским днем их поздравили самарские депутаты. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мелодии аккордеона звучат в праздничный день для женщин, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой Республике и временно расположиться в Самаре. Праздничный концерт для них стал большой и очень приятной неожиданностью. Спасибо огромное за поздравления. Очень приятно. Очень приятно. И за гостеприимство, и за подарки, и за ваше отношение к нам. Спасибо вам огромное. Радовали женщин 8 марта не только музыкальными выступлениями. Каждой подарили также букет цветов и вручили подарок. Такой сюрприз организовали депутаты Самарской думы при помощи областных и городских властей. Сегодняшний праздник это, наверное, какая-то небольшая отдушина на тот период, чтобы сейчас забыть самые какие-то плохие вещи и просто хорошо провести время отвлечься от всего. Такую заботу здесь проявляют не только в празднике. В пункте временного размещения всегда есть волонтеры, готовые прийти на помощь по любому вопросу. Гостей снабжают всем необходимым. Мы всячески стараемся помочь им. Для того, чтобы люди, пережив страшные моменты своей жизни, понимали, что они кому-то нужны, что о них кто-то готов заботиться. Дарить свое тепло, внимание. Мы просто хотим помочь им адаптироваться в этой жизни. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 2205 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 356 404. Такие данные в среду 9 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 3278 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 317 484 пациента. Глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о мерах противодействия коронавирусу в Самарской области. Возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. В октябре прошлого года она была ограничена до особого распоряжения. Ранее из-за улучшения эпид-обстановки в большинстве муниципалитетов, в том числе в Самаре и Тольятти, отменили QR-коды. Однако масочный режим сохраняется на всей территории региона. Количество составленных протоколов на нарушителей масочного режима бьет все рекорды. Только за прошедшую неделю в Самаре оформили 112. Роспотребнадзор в очередной раз напоминает жителям, не нужно усугублять эпид-обстановку, которая только совсем недавно нормализовалась. Специальная межведомственная комиссия продолжает проверять пассажиров в общественном транспорте на соблюдение масочного режима. Количество таких рейдов не снизилось даже после частичного смягчения антиковидных мер. Обо всем подробнее Михаил Ермоленко. Добрый день, уважаемые пассажиры. Проверка масочного режима. Пожалуйста, маски надените. Напоминание «надеть маску» звучит во всех видах транспорта ежедневно. Утром и вечером полицейские, представители транспортных предприятий и сотрудники администрации Самары проверяют соблюдение антиковидных мер среди пассажиров. Даже после частичного смягчения ограничений Роспотребнадзора, отмены QR-кодов, пассажиров просят не забывать индивидуальные средства защиты. В салоне транспорта носить их нужно обязательно, как и прежде. За несоблюдение масочного режима предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1, часть 1 административного кодекса. Эта статья предусматривает санкцию для физических лиц, штраф до 30 тысяч рублей. В составе межведомственной комиссии и сотрудники контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков. Они прежде всего проверяют наличие проездных билетов у пассажиров, а также как кондукторы и водители выполняют свою работу, в том числе касающуюся ковид-ограничений. Спрос в части масок одинаков как с пассажиров, так и с персонала городских перевозчиков. Экипаж перед рейсом получает достаточное количество защитных средств на день и сообщает о том, что все пассажиры должны быть в масках. Несмотря на отмену QR-кодов, маски не отменены. И об этом сообщает автоинформатор, об этом сообщает кондуктор всему салону. За прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима составили 112 протоколов. Это абсолютный рекорд за все время проверок. С начала пандемии количество административных материалов перевалило за полторы тысячи. Только за этот год их составили порядка 600. С начала этой недели нарушителей пока не выявили. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Самарские правоохранители изъяли более 18,5 килограммов наркотических средств за время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон-2022». Выявили 403 факта нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. По фактам организации «Притонов» и их содержания к уголовной ответственности привлекли 5 человек. К административной ответственности за употребление и незаконный оборот запрещенных веществ – 377 лиц. Так, в Тольятти, в квартире на улице Советска, задержали 41-летнего местного жителя, который признался, что предоставлял жилплощадь для наркозависимых. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Отец убитой 15-летней школьницы потребовал с подозреваемого 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, резонансное убийство произошло в конце июля прошлого года в Петра-Дубраве. По подозрению в преступлении задержали местного жителя, Антона Бесчетвертева. На тот момент он работал заместителем начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции номер 3 по Самаре. Возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. После случившегося его уволили из МВД. Была версия о том, что подозреваемый нанес девочке ножевые ранения и переехал тело на автомобиле. Обвинение ему предъявили. Свою вину он не признал и согласился лишь с эпизодом о наезде. Далее коротко о других событиях дня. В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Согласно инициативе под залог Центробанк должен выдавать займы банкам максимум под 2% годовых, а кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. Основная задача в сфере строительства – обеспечение спроса на новостройки. Решение этой проблемы поможет преодолеть большинство проблем в отрасли. В России начнет действовать еще одна мера господдержки. Она касается семей с невысокими доходами, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет. Они будут получать дополнительные выплаты. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. В Самарской области более 40 тысяч работников в системе здравоохранения получили единовременные выплаты. Решение о выделении дополнительной поддержки для специалистов, работающих в условиях постоянных перегрузок, принял губернатор Дмитрий Азаров. Врачи получили по 10 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 7. Средний медперсонал выездных бригад скорой медицинской помощи – по 8 тысяч рублей. Младший персонал – по 4 тысячи, водители службы скорой медицинской помощи – по 5 тысяч. В Самаре составили расписание дачных автобусов на этот год. Проект постановления разработал городской департамент транспорта. С мая по август автобусы по дачным маршрутам будут ходить по средам, пятницам и выходным. Некоторые маршруты будут курсировать в нерабочие праздничные дни. Такое же расписание сохранится в сентябре, а в октябре дачные перевозки будут осуществляться только по выходным. Банк России вводит временный порядок операций с иностранной валютой с 9 марта по 9 сентября. Наличными можно снять теперь только до 10 тысяч долларов. Остальные средства только в рублях по рыночному курсу на день выплаты. Поступление доллара в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, и все операции доступны в любой момент. Отметим, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов. То есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства наличными. Граждане могут и дальше хранить деньги на валютных вкладах или счетах. Проценты будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу. До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту гражданам. В Самаре должны появиться новые фонтаны. Об этом сообщили в региональном правительстве. По словам чиновников, два новых фонтана планируется построить в загородном парке во время реконструкции. Один из них разместят у входа. Там же появится сцена, где можно будет взять в прокат спортснаряжение. Еще один фонтан установят неподалеку от Конного манежа. Здесь оборудуют фуд-зону с гастрономической ярмаркой, а также зону развлечений с аттракционами и амфитеатр. Самой неожиданной частью реконструкции станет панорамный лифт на склоне берега Волги и подъемник. Он будет проходить над всей территорией парка. Испытания для самых красивых, смелых и талантливых. В Самаре подвели итоги конкурса «Краса студенчества России». Напомним, он стартовал в столице региона 1 марта и собрал на сцене 60 участниц из 51 региона нашей страны. В финал прошли только 20 девушек, одна из которых завоевала титул победительницы. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В самый волнующий для участницы зрителей момент Камила Прахова все еще не верит, что удостоена титула победительницы конкурса «Краса студенчества России». Когда они начали объявлять мое имя, просто фонтан слез полился из моих глаз. Хотя я не очень сентиментальный и плаксивый человек, но это невероятно. Жительница Татарстана, студентка Казанского университета, обошла 20 конкурсантов, оставив за собой победное первое место. Чтобы выйти в финал, участницам пришлось не только написать орфографический диктант. Девушки демонстрировали творческие номера, сдавали экзамен на знания географических, исторических и культурных событий в жизни России. Не менее интересным испытанием стала самопрезентация. Она позволила участницам показать свой артистизм, особенности характера и темперамента. Все получилось на все 100%. Самое главное, получилось очень эмоционально, драйвово, по-молодежному. И, что немаловажно, очень патриотично. Все были на большом подъеме, были воодушевлены теми талантами, красотой, грацией, которые демонстрировали эти прекрасные девушки со всей нашей необъятной страны. Я, конечно же, не исключение. Это шоу прошло на одном дыхании. Ни на секунду не хотелось отвлечься ни на телефон, ни на какие-то дела. Национальный конкурс «Краса студенчества России» стартовал в Самаре 1 марта. Заявки на участие подали 250 студенток из вузов и СУЗов нашей страны. После онлайн-собеседования отобрали 60 участниц из 51 региона. Но до финала смогли дойти только 20 девушек. В жюри конкурса вошли известные телеведущие, актеры, режиссеры, театральные педагоги и спортсмены. Организаторами проекта выступили правительство Самарской области и Российский союз молодежи. Это не только конкурс красоты, это в первую очередь конкурс талантов, конкурс даже знаний наших девчонок, студентов, которые учатся в вузах всей страны. Это действительно, можно сказать, что весна запускается в Самаре. Весна запускается в Самаре через этот конкурс, через то настроение, которое было в зале и через те ощущения, которые мы вместе получили. Конкурс краса студенчества России стал частью большого комплекса проектов, приуроченных к юбилейному фестивалю «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре в мае. Ольга Павлова, События. Дзюдо – вид спорта, который пришел в Россию более ста лет назад. Сейчас это один из самых популярных видов единоборств, который входит в программу Олимпийских игр. Приобщаться к познанию боевых навыков начинают уже с семи лет. Юные дзюдоисты выступили на городских соревнованиях. О том, как оценивали спортсменов, расскажет Максим Магомедов. Более 200 участников. Столько любителей спорта собрали городские соревнования под дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Состязание провели, чтобы выбрать лучших спортсменов для участия в первенстве Самарской области, которое пройдет уже в конце марта. Дети очень соскучились по соревновательной практике. Это видно. Все борются, все борются за победу, жаждут участвовать. Им нравится. Я вижу, что им нравится. Спорт, в первую очередь, воспитывает характер. Джудо дает очень много, помимо спортивных, физических качеств, развивает интеллект. Спорт, в принципе, дает много друзей, много общения. Ну и возможность, наверное, поведать всю Россию, а впоследствии мир. Перед началом соревнований мальчиков и девочек разделили на 9 весовых категорий. В первом этапе состязаний выступали девушки и юноши в легком весе. Во втором боролись тяжеловесы. Для победы в поединке необходимо было в течение трех минут выполнить броски, чтобы получить оценку судей. Юным спортсменам, чтобы исключить травмирование, запрещены болевые и удушающие приемы. А также им нельзя выполнять броски назад с падением и броски с колен. За определенную технику выполнения бросков даются оценки. Ипон или вазари. Также есть наказание, есть незначительное наказание, которое наказывается шида. Есть серьезное наказание, как к концу кумаки. Ипон – это чистая победа, достаточно бросить противника на спину. Вазари – это полпобеды, это бросок на бок. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта. Уже в 15-ти общеобразовательных школах города дети могут бесплатно записаться в секцию единоборств. Так, 14 лет назад в спорт попал Никита Ракшаев. В секцию дзюдо попросился сам. После того, как в детстве во дворе произошел конфликт, в котором он не смог дать отпор отбитчику. Теперь Никита – мастер спорта. Выступает на соревнованиях и тренирует детей. Говорит, перед боем важно правильно настроить ребят. Есть у нас речь, которую мы всегда говорим своим ребятам, настраиваем их. Ну, потому что у них мандраж, они очень сильно переживают. В принципе, там волшебных слов нет. Просто нужно их успокоить, настроить, чтобы они чувствовали себя, ну, как на тренировке. Победителей и призеров определили по лучшему результату в каждой весовой категории. По итогам соревнований состоялось награждение медалями и дипломами соответствующих степеней. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Футболисты Крыльев-Советов наконец-то вышли из отпуска. Самарцы не играли официальных матчей почти три месяца. В первой своей игре после возобновления чемпионата России они принимали дома Тульский Арсенал. Крылья порадовали болельщиков яркой атакующей игрой, но победить не смогли. Подробности встречи в нашей спортивной рубрике. Долгое ожидание закончилось. Крылья Советов вышли на первый официальный матч в 2022 году. На своем поле самарцы принимали Тульский Арсенал. Болельщики соскучились по своим любимцам, а потому волжане решили сразу радовать своих поклонников и активно начали матч. Уже на третьей минуте Глен Бейл мог открыть счет, но попал в штангу. А вот гости свой момент не упустили. На 13-й минуте Кангова подгораулил ошибку Костанце у своей штрафной и открыл счет в матче. Для Фернандо это была первая официальная игра за самарцев, да и к тому же на непривычной для него позиции. Надо вот все равно разделить эти ситуации, потому что есть ошибки, которые видны, прям явные, сразу приведшие к голам. А есть уровень игры, который на протяжении всей игры был у Фернандо, притом был на другой позиции. Мы его приглашали как правого защитника. После этого Крылья имели огромное игровое преимущество, но воплотить его в голы никак не получалось. Сравнять счет самарцы смогли лишь во втором тайме, отличился Сорвели. Тулики вновь вышли вперед на 70-й минуте. Пенальти за игру рукой в штрафной уверенно реализовал Диспотович. Крылья не сдались, а продолжали давить на защиту соперников. И на 83-й минуте свой первый официальный гол за Крылья забил Иван Игнатьев. Я давно не забивал голов. Сегодня получилось и рад. Да, правильно говорить, жаль, что не получилось победить, потому что по игре, я считаю, мы владели большим преимуществом. В концовке самарцы играли в большинстве. За вторую желтую был удален игрок Арсенала Чаушич. И пытались склонить чашу весов в свою пользу. Но еще раз пробить голкиперы Арсенала не смогли. Итоговый счет 2-2. Второй тайм был интересный. Был еще моменты в них, и в нас. Мы забили второй год и подумали, что заберем третий. К сожалению, не удалось. Могу сказать, что Крылья играет очень-очень в игре в стекле футбол. Самарцы сейчас занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. Но у Крыльев есть игра в запасе. Следующий матч волжане проведут против лидера премьер-лиги Питерского «Зенита». Игра пройдет в Самаре 13 марта. На этом наш выпуск подошел к концу. Читайте наши новости на официальном сайте телеканала «Самара ГИС», а также в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!